Всем привет, с вами Саня, добро пожаловать на коля на канал Найс Мук и... Найс... Найс Мук, блядь. У нас сегодня рубрика, которой уже давненько не было, мой микс. Мне тут совсем недавно высылали наш, я его прокурил, кое-что для себя замиксовал и хочу показать это вам. А именно, это у нас будет чай с гранатом, клубникой и алоэ. А чё, и всё, давайте начинать. Заправился, поехали. Во-первых, для этого микса нам нужна прямоточная чаша, а именно, либо турка, либо УПГшка. Фанала здесь не подойдёт вообще, конкретно к той забивке, которую хочу сделать я. С убивашкой ещё как-то можно изъебнуться, что-то придумать, но фанала точно нет. В общем, УПГшка, либо турка. Это у нас раз. Чё нам понадобится? Во-первых, мой любимый, обожаемый в кольяне, это, конечно же, гранат. Ах, пахнет як. Так, чё с ним делаем? Кидаем на дно и как можно ближе располагаем табак к стенкам. Добавляем процентов 25. Для чего это делается? Почему на дно? Почему к стенкам у нас? Потому что от стен, от чаш идёт жар, который будет раскрывать конкретно этот слой всегда на протяжении всего покора. То есть наш гранат мы будем чувствовать всегда на послевкусие. Ну и к тому же, чуть-чуть попозже, когда чашка полностью прогреется, он себя чуть-чуть побольше покажет. Как я и сказал, его прям совсем чуть-чуть на отверстие, вот так вот поближе к стеночкам. Хоп-хоп-хоп, раскидали, тут прям ушло процентов всего лишь 20. Он нам нужен чисто такой фоновой кислинкой. Чем можно заменить? Да, абсолютно всем, чем хотите. Ваш любимый вкус. Пускай он будет с косточкой, с цедрой, сладкий, кислый, любой. Даже можно без табачек. Всё это ушло на дно, а следовательно смесь защищена. Но так как у меня тут... В общем, я решил не портить свой компот и добавлять везде наш. Следующий вкус. Чай. Именно липтон. А, холод я забыл добавить. Точно. Тут, в принципе, по желанию. Я его также хочу закинуть на дно, добавить совсем немного. Чисто для того, чтобы это отсылало к тому, что у нас холодный чай. Если хотите для себя в психологическом понимании, чтобы это был а-ля какой-то горячий заварный чай, холод, соответственно, не добавляйте. А я его... Прям накидаю совсем чуть-чуть. Дальше. Чай. Как я и сказал, у нас липтонат наш. А, куда он у нас идёт? Во-первых, в серединку. В серединку идёт. А также чуть-чуть сверху, чтобы закрыть нижний слой табака. Но обязательно оставляем нетронутый периметр. Сколько у нас тут уходит? Ну, процентов 30, наверное, от забивочки. Чем можно заменить? Да, абсолютно любым, любимым вашим чаем. Если хотите что-то похожее на липтон, в принципе, можете взять бразильский чай от Спектруму. Похоже. По-моему, ещё Северин так давно что-то выпускал. А, если любите Бергамот, Эрл Грей, тоже, пожалуйста. Жасминовый чай, почему бы и нет, но ничего сладкого. Типа, там, Спайс Чай от Фумари. Это уже будет совсем другой микс. Это не то, что нам надо. Я тут буду бить касание. Нашему надо хорошего жара дать. Поэтому так у меня всё остаётся. И по периметру я добавляю у нас вкус алоэ клубника. Один из последних новинчик от нашего. О, ребята, пахнет просто топчик. Я даже не знаю, честно говоря, что вам предложить на замену. Ну, ладно, давай сначала, во-первых, положим. По периметру мы выкладываем. Для чего? Потому что у нас, если посмотреть, жопка лауда. Ну, скажем так. Видим, где у нас отверстия располагаются. Когда мы делаем затяжку, горячий воздух идёт в первую очередь через эти самые отверстия по периметру. То есть, то, что мы положим по периметру, будет всё самое насыщенное давать в первую свою очередь. А чай, так как у нас в серединке, будет всегда на вдохе-выдохе. Тут получается, наверное, где-то процентов также 15-20. Ребят, я тут особо не считаю. На самом деле я просто всё ляпаю на глаз. Но смысл, как я и сказал, в том, чтобы у нас алоэ клубнику выложить по периметру. В принципе, по замену клубнику-то найти, конечно, несложно. Можно от того же Сибера в белой линейке. Очень хорошая клубничка. Алоэ, я не помню, кто из производителей выпускает алоэ. Только вот помню Щербетли, сочетание алоэ клубник, который я курил лет 5 назад. Если найдёте, я даже не знаю, что там по вкусу. Будет нормально или нет, смотрите сами. Ну, а дальше всё просто разравниваем. Как я и сказал, будет у меня тут касание. Делаем в середине стандартный колодец. Берём зубочистки. И каждому отверстию в нашей чаше мы делаем маленькие-маленькие колодцы. Кто смотрел обзор на наш, я рассказывал, для чего это делается. Но если вдруг не видели, объясняю для того, чтобы снизить крепость данной чаши. Всё-таки наш дед курица на шестёрочку, да даже на семёрочку. И, соответственно, в соло мне это курить достаточно тяжко. А так мы облегчаем забивочку. Конечно, касание можно было сделать чуть меньше, но да ладно. Короче, забивончик у нас выходит как-то вот так. Пахнет балдёжно, иду ставить угли. Ёпта, блядь, шланг. Как тебя тут? Такие вот, ребята, проблемы с длинным шлангом. Что касается прогрева, иногда я вижу комментарии, давайте скажу. В 95% случаях, ребят, я всё всегда прогреваю на 3-25 углях. Под колпаком стандартно 5-7 минут. Но, опять же, если бьёте в касание, соответственно, начинайте чуть пораньше раскуривать, чтобы верхний слой не прикипел. Сделал пару тяжек, накурил он наш, но зато погода у него нет. Что у нас в итоге получилось? Хорошо, чувствуется, чайная основа, потому что она в серединке. Алой с клубникой, напоминаю, идёт по периметру. И первые потоки горячего воздуха приходится именно на эту смесь, она тоже хорошо чувствуется. Ну а гранат... Вот он, вместе такой со сладкой клубничкой, прямо остаётся на послевкусие. От него идёт небольшая кислинка, он здесь чувствуется. Но, в принципе, если человеку сказать, что граната там нету, он его, мне кажется, особо не почувствует. Потому что с клубничкой он хорошо сочетается. Но вот именно на послевкусие даёт такую небольшую кислинку. Потому что всё-таки клубника с лоей здесь сладкая, она не кислая. Ну и немного холода. Тоже даёт свой эффект. Такой вот вышел миксочек. Будем на этом мы с вами, ребят, заканчивать. Обязательно подписываемся на мой канал, на мой телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. А с вами был Саня, кальянный канал Найсмок. Я прошу убиваться нашим. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok